Привет, друзья! Рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И сегодня у нас с вами будет ролик обучающий. Напоминаю вам, что мы сейчас разрабатываем курс Inshore Keeper в нашей яхтенной школе Капитан Герман Selling School. И этот курс будет уже доступен в ближайшее время. На данный момент я решил просто с вами поделиться одним из уроков, потому что вопросов по этой теме задают много. А так как в курсе у меня этот материал уже был готов, я решил его вам представить. Итак, сегодня мы с вами будем говорить про AIS, Automatic Identification System. Или AIS, как его часто у нас называют. Что это такое, как это работает на лодке и для чего это нужно, мы сегодня с вами как раз и узнаем. Ну что, готовы? Поехали! Зачем он нужен? Есть же радары, на радарах видно другие суда. Радары показывают только прямую видимость, когда у вас объекты ничем не заграждены. Представьте себе историю, когда вы идете по реке. Я просто вам проиллюстрирую, зачем это нужно, чтобы вы понимали. Вы идете по реке или по фьорду, например. Большая гора, которая все закрывает. И вы такие выходите из-за поворота, вам навстречу баржа огромная. И вы начинаете решать проблему. Так вот, чтобы этого не было, эта баржа передает данные о себе. Вы заходите, смотрите, что это баржа, она идет там 55 узлов, там, не знаю, вы идете 155 узлов. И чтобы вы понимали, что вас ожидает за поворотом, как раз автоматическая идентификационная система. Но, помимо того, что суда передают данные о себе, они еще передают огромное количество суперценной информации, которая прямым образом влияет на вашу безопасность. А об этом давайте чуть-чуть подробнее. В лодке стоит компьютер. В компьютере прописаны данные о вашем судне. Это ММСА, ваше имя, название лодки, габариты, тип лодки и прочее. И вот этот компьютер передает эти данные в эфир. Как это все происходит и что он передает, я вам расскажу в этом же выпуске немножечко попозже. Но сейчас давайте поймем принцип. Вы передаете данные о себе. Другие суда эти данные принимают. И получается такая большая сетка, в которой находятся все суда и все друг о друге знают. И каждый сообщает, что я здесь, мое судно такое-то, я иду с такой-то скоростью, курс такой-то. И вы можете заранее рассчитать, кто с кем пересекается, в какой точке, через какое время, через какое расстояние. И повернув там на 5 градусов, вы понимаете, что вы избегаете уже столкновения, проходите по корме или по носу, или как-то так. И вы можете заранее строить себе маршрут, не пересекаясь с другими участниками движения. Это же отчасти можно делать и с помощью радара, с помощью марпы. Но это нужно трекать конкретно каждый объект. А в АИСе это автоматически работает. То есть все лодки все знают друг о друге. И вы можете настроить даже пересекающиеся курсы, дистанцию. Например, если мы расходимся с каким-то судном больше чем 2 мили, это настраиваемая характеристика. У вас включается алярм. И все, вы идете, у вас алярм запищал, вы тогда можете связываться, либо просто делать какую-то коррекцию курса. И, собственно, все. Отличная система, очень нравится. Теперь давайте поговорим про классы АИСов. Есть АИС класса А, который стоит у коммерческих судов. Есть АИС класса Б, который стоит у Pleasure Craft, то есть у маленьких лодок. Чем же они друг от друга отличаются? Итак, АИС класса А. Для любых коммерческих судов, которые выполняют любую коммерческую деятельность, АИС на борту обязателен. Как приемник, так и передатчик. Это АИС класса А. АИС класса Б, который для яхт, он может быть как передатчиком, так и приемником. Или просто приемник, и вы будете понимать, что вокруг. Либо с передатчиком, и все будут понимать, что вы делаете. В нем будут прописаны ваши данные. И я считаю, что это очень правильно иметь и приемник, и передатчик. Хотя по законодательству вас никто не обязывает. Но это ваша безопасность, это ваше удобство. Зачем вам брать пеленги, считать, как там вы расходитесь с судном. Вы идете на сближение или не идете. Пальцем тыкнули сипей, посмотрели. Большой сипей и до свидания. Маленький сипей. Вот тогда начинаете что-то делать. Но вы заранее знаете, что происходит. И не нужно сидеть и постоянно контролировать все суда. А если это где-то... А если это Сингапур, там где просто каша. Как там определять, что за каждым смотреть. Это много усилий, которые не нужны. Если у вас есть проблема, ее нужно решать, когда она есть. А мониторить проблему нужно, но все с АИСом. Почему нет? Где на лодке находится система АИС? Смотрите. Открываем стенку. И вот находится главный АИС-компьютер, который, собственно, все делает. Он подключается к вашему лэптопу. Вы заходите в Web Application. Либо вы заходите в специальный софт, который идет с этим АИС. Вы можете менять свои размеры нахождения, датчика АИС и прочее. Единственное, что для замены ММСА вашего номера вам нужно обращаться к дилеру. Потому что это люди авторизированные для того, чтобы не было обманов. Простым пользователям это делать не дают. Естественно, это можно сделать, если вы знаете пароли. Они где-то наверняка есть. Но, тем не менее, я вам говорю, как это работает по закону. А как этим пользоваться, вы уже сами разберетесь. Ресивер собирает полученные данные. Транссивер передает данные у вас. Если вы оборудуете свою лодку только ресивером, вы будете видеть всех. Но вас не будет видеть никто. Если у вас есть только транссивер, вы будете передавать только данные о себе, но не видеть ничего больше. Два блочка, стоимость под 1000 долларов. Ресивер, транссивер. Вы все видите. Подключается к NMEI на ваш чарт-плоттер. На чарт-плоттер выводятся все данные о всех судах, которые есть вокруг. Как же работает система АЭС? Она работает через УКВ-канал. 161.975 это канал 87B. 162.025 это канал 88B. Для того, чтобы не было ошибок, есть коррекция данных, сверяются два канала и делается коррекция собственно самой системой АЭС. Суперудобная, супернадежная система. У АЭС отдельная антенна или работает как-то по-другому? В большинстве лодок работает как-то по-другому. Есть отдельная АЭС-антенна, которая передает и получает данные. Много есть разных компаний Navica, Digital Yacht, EZTRX и много-много других, но они делают в принципе все одно и то же. И смотрите просто на совместимость и на NMEI протокол, в который они дальше это все передают. Стоит антенный сплиттер. Такая коробочка, в которой втыкаются две антенны. Первая антенна идет к вашему УКВ-радио, вторая антенна идет к АЭС. И далее по обычному коаксиальному кабелю данные идут на обычную ВЧФ-антенну, которой вы пользуетесь при использовании обычного УКВ-радио, которое встроено в лодку. Есть системы, которые это выводят непосредственно на радио. Вот я вам сейчас покажу. У меня вот радио Симрад. Вы заходите и можете смотреть сюда прямо на радиостанции. Но это такой, конечно, костыль и олдскул. Но тем не менее, хотя радио и современное, но это жутко неудобно. Заходите в АЭС, список судов, тыкаете и все те же данные вы видите. Но это неудобно. Если у вас из всего навигационного оборудования только радио, ну, наверное, можно пользоваться. Если у вас все-таки нормальный чарт-плотер, на который данные идут, может все-таки лучше тыкать на чарт-плотере. Но как резервный вариант это работает. Если у вас вся электроника легла, у вас есть радиостанция, вы ее прикрутили на батарею и прикрутили АИС, вы будете понимать, что вокруг вас происходит. Ну, Леа-Леа-Элуа. Интересное название. Тоже катамаран 14 на 8 метров. То есть это все свежие катамараны, которых есть АИС, которые неотключаемы, и он постоянно передает так же, как и у нас. Резюмируем, как работает вся система. Антенна. Через антенну коаксиальный кабель спускается в сплиттер. В сплиттере идет разделение на радио и на АИС. Когда у нас идет анализ и сбор всех данных, от АИС идет еще отдельный кабель, который включается уже в инмею, в радиостанцию, и вы видите все данные, которые вы получаете через АИС-антенну, через компьютер. Вот, собственно, так работает эта вся система. Итак, ваша лодка передает данные о вас. Кто их принимает и как они идут, собственно, дальше. Есть несколько систем. Если судно, которое проходит мимо вас, имеет постоянный доступ к интернету, а большинство коммерческих судов его имеют, есть такие сервисы, как Marine Traffic, вы можете, вот ссылочку увидите, вы можете зайти на сайт и посмотреть данные о всех судах, которые передают свои данные в интернет. То есть это большая система, которая собирает все данные. Первый вариант – это когда данные о вас, любое проходящее судно, имеющее доступ к интернету, передало у вас данные. Второе. Если вы идете где-то около берега, стоят АИС-вышки, которыми пользуются там Coast Guard и вообще просто Marine Traffic Control, они эти данные также собирают со всех судов проходящих и передают дальше в интернет. И с любой точки мира можно посмотреть, где какое судно находится. Вы видите на Marine Traffic огромное количество судов, все передают данные. Третье. Есть такая система, она сейчас только вводится, называется S-AIS, то есть SAT-AIS или спутниковый космический АИС. Это маленькие спутники, такой кубик 20 на 20 на 20, который собирает данные, работает не очень хорошо, но иногда, иногда, даже в середине океана вы неожиданным образом появляетесь. Сейчас этих спутников запускается больше и больше, они работают лучше и лучше. Раньше это вообще было что-то уникальное, а сейчас, например, Атлантика уже хорошо покрыта и S-AIS работает просто шикарно. Теперь, что мы видим на нашем Чарт-Плотере, кроме того, что вы видите данные о судах. Какие данные для нас, для яхтсменов, имеют наибольшую ценность? Все, что связано с безопасностью. Два параметра. Это CPA и TCPA. CPA показывает, на каком расстоянии мы расходимся с судном, которое мы замеряем. И TCPA, через сколько времени мы с этим судном будем расходиться. Итак, два основных параметра, когда вы тыкаете на значок АИСа, вы должны контролировать в первую очередь CPA и TCPA. А дальше эту информацию вы можете просто ради интереса посмотреть. Но к этому мы вернемся немножечко попозже. Теперь давайте рассмотрим, что же АИС передает и как часто он это делает для АИСов класса А и для АИСов класса Б. Вне зависимости от класса АИСа, А или Б, передаются следующие данные. ММСАЙ, имя лодки, коллсайн, если это коммерческое судно, то и ЭМО, у Плэжер Яхт, у каких-то есть ЭМО, вот, например, у нашей нету, а у моих знакомых есть ЭМО номер. То есть это International Mary Team Organization присваивает судам свои номера. У кого-то есть, у кого-то нет, но коммерческие все ЭМО. Плэжер, скорее всего, нет. Далее передаются данные о размере, о курсе. Вот я вам сейчас покажу табличку, просто скриншот, и вы посмотрите, что же здесь есть. Про CPA, TCP и Heading to, это курс, с которым идет судно, я вам уже говорил. А теперь, чем же отличается АИС класса А от АИС класса Б? Оба АИСа при скорости менее двух узлов передают данные в любом случае о себе, даже при выключенном электронном оборудовании в лодке, каждые три минуты. Но, отличие, если судно идет со скоростью выше двух узлов. Тогда, АИС класса А передает данные о себе каждые две десять секунд, а АИС класса Б, потому что мы, в принципе, медленные, передает о себе данные каждые тридцать секунд. Вот, собственно, это основное техническое отличие. Если спереди полосочка хейдинга длинная, значит, судно идет быстро. Больше уделяйте этому внимание. Если короткая, значит, скорее всего, будет такой же медленный, как и вы. И это будет больше не RPG игра, а шахматы. Поэтому будет время подумать. Есть еще отличие, что в АИС класса А вы можете вручную набирать данные. Например, статус On Anchor, Underway, Undersail, Ваш порт, Destination, Эта и прочее, прочее. Вы можете вписывать это вручную. Просто сидит оператор, наклацывает там себе кнопочки. В АИСе класса B такой возможности нет и она не нужна. Но не забывайте, если у вас АИС класса А, в случае беды, проблем, лодка тонет, вы обязаны прийти на помощь. При АИСе класса B вы идете на помощь, только если вы уверены в своих силах. Вы можете помочь, а не сделать рядом еще одно судно, которое будет рядом просить помощи еще для себя. Поэтому коммерческая деятельность и некоммерческая это АИС класса А и АИС класса B. Далее, давайте пару слов еще вам расскажу про САРТ АИС. Это Search and Risky Device, то есть Personal АИС, такая коробочка, которую вы в случае того, что вы выпадаете за борт, вы ее активируете и в радиусе 2-3 мили вы появляетесь на чартплотерах как Man Overboard, как МОП, который рассказывает о том, что я здесь, поднимите меня, я здесь. Лодка разворачивается, идет прямо на данные по АИСу и забирает конкретно человека, они начинают заниматься спасательными операциями, радиус действия да, маленький, антенну да, нужно разворачивать, одевается он так на шею. Теперь хотел вам еще рассказать про один маленький момент. АИС бывает не только у лодок, он бывает например у буровых платформ, причем он может иметь какой-то номер типа там 0-0-0-5-8-0-1 там или 2, это будет, вы будете смотреть, это как что-то чепуха, и будет тип, что это за судно, например, Pleasure Craft, или Motor Vessel, или Cargo Vessel, или бурильная платформа, или Tag, или в общем, любое судно, бурильная платформа, наверное, тоже судно, которое будет написано в данных на вашем мониторе. Теперь важный момент, я вам открою, наверное, большую тайну, но военные также используют АЭС, но у них есть возможность свою точку смещать, и я когда был в Соединенных Штатах Америки, возле Флориды, огромный корабль военный проходит мимо, АЭС находится в 500 метрах сзади, ну, наверное, чтобы не стреляли по АЭСу, как система наведения, но, тем не менее, данные могут отличаться, и такие структуры, как военные, могут этим пользоваться, и просто смещать АЭС, поэтому в этом случае нужно смотреть в оба, но военные на то и военные, остальные такой возможности к счастью не имеют. Ну что, друзья, я думаю, что данный урок для вас был полезен, мы дальше будем постить материалы, которые, на мой взгляд, важные, на мой взгляд, полезные, как для общего развития, так и более узкопрофильные, опять же, напоминаю, скоро наш курс будет в онлайне, и можно будет его приобрести полностью, целиком, курс, говорю вам, сразу, очень крутой, и данный урок тому пример, а пока, друзья, не забывайте подписаться на канал, поставить лайк, колокол, что еще, комменты, если я что-то забыл сказать, в общем, до встречи уже совсем скоро, пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok